Допустим, здесь поставим 0, а вот здесь поставим единицу. И нам надо всё равно, чтобы x и y совпали. И в такой ситуации, к сожалению, ни одна из мер сходства и не сходства не сможет нам помочь. То есть будут объединены по любому x и z, к сожалению. А допустим, вот так. Здесь снова работает size difference. Снова работает лямбда, а андерберг. Предлагаю именно эти варианты и проверить. Потому что, в общем-то, основные наборы ключевых профилей мы уже посмотрели. Возвращаемся в SPSS. Удостоверяемся, что единичка у нас – это наличие свойства. В данном случае проявление политического активизма 0, отсутствие свойства. Нам надо выбрать метод группировки. Здесь все те же самые методы. Но мы помним, что ВАРД, центроидный метод, они предпочитают, чтобы мера исходства выступала евклидовым мерам. А евклидовым мерам у нас не выбрана. Мы решили начать с size difference. Поэтому выбираем одну из наиболее продвинутых мер методов объединения. Within Groups Linkage. Напомню, что именно в силу того, что эта мера учитывает и объекты внутри кластера, и объекты вне кластера, она является одной из наиболее продвинутых. Говорить о форме кластера в случае дихотомической перемены не приходится. Поэтому это основание мы уже не можем использовать для того, чтобы выбирать какую-либо из этих мер группировки. Да, continue. Прошу дендрограмму. Запускаю. Как я и говорил, иерархический кластерный анализ имеет ограничение на размер выборки. К сожалению, выборка в 50 тысяч человек слишком велика. В 5 тысяч человек он потянул бы. 50 нет. Поэтому введем ограничение на страну. Возьмем только Россию. Прошу дендрограмму. Прошу дендрограмму. Прошу дендрограмму. Прошу дендрограмму. Прошу дендрограмму. Прошу дендрограмму.